друзья всем доброе утро хотел записать такое небольшое видео по поводу последних событий за последний месяц мне наверное только лениво не написал о том что блокирует youtube что ты будешь делать куда будешь выпадать ролики все конец конец всего и вот обсуждая эту тему хотел поделиться своим мнением возможно кому-то оно будет полезно нужно принять наверное тот факт что мы с вами живем в мире где все стремительно меняется что социальные сети закрываются замедляются блокируются в любой стране любая соцсеть это она она не является чем-то таким вот постоянным и незыбливым и это ну как бы даже дело не в каких-то ограничениях есть например просто какие-то мессенджеры и социальные сети которые просто ушли потому что там либо разорилась компания либо появился более мощный какой-то конкурент то есть кто там сейчас использует icq никто его не блокировал и он по моему даже по сей день даже есть но количество пользователей понятное дело что там существенно уменьшилось по сравнению с пиковыми годами его популярности skype snapchat сайт помню был назывался myspace где это все никто не блокировал все исчезло вот потому что они не выдержали там какой-то конкуренции то есть я к почему-то все говорю потому что все меняется и приспособляемость к изменениям это часть жизни человека и часть эволюции всего человечества вот кто приспосабливается тот и на коне вот поэтому ну там как-то сильно переживать и паниковать по поводу того там что блокирует одно замедляют 2 и так далее я уже давно паниковать перестал потому что социальные сети это всего лишь инструмент инструмент для для создания контента для коммуникации с вашими пользователями подписчиками вашими пациентами то есть это как один из инструментов здесь важно что ну что останется скорее всего но неизменным это то что люди будут смотреть получать больше контент до смотреть его то есть мы к этому привыкли и формат контента он может меняться в зависимости от времени в котором мы живем вот площадка для которого мы для который мы этот контент снимаем то есть например там вот был youtube где были горизонтальные только ролики потом появляется тик ток который берет идея у снэпчата это все круто вирусится instagram который сейчас запрещен в российской федерации видит что вертикальные видео это супер тренд они внедряют по себе youtube который изначально был вообще только горизонтальных видео он адаптирует вертикальные видео и начинает лить на них трафик тоже потому что видеть что люди что нужно подстраиваться под современные реалии то есть людям проще потреблять короткий контент быстрый контент и из и суммарное время нахождения на площадке существенно увеличивается то есть если раньше мы думали что чем длиннее видео тем дольше человек смотрит потом вот эта вся история с шортами с рилсами с тик током она показала что люди намного больше времени проводят на платформе меняя просто короткие ролики то есть это быстрые эмоции быстрый дофамин и он очень сильно как бы затягивает внимание на тут на платформу а это по сути все что платформе и нужно то есть чем дольше времени пользователь проводит на площадке тем тем муха села на меня прикиньте интересно интересненько интересная аналогия ладно что я говорил к тому что все меняется вот и пусть вас там ну не будет в заблуждение не пугает какие-то изменения да что вот вы собрались на вести блог и заблокировали 100 грамм вы собрали снимать видео для тупо заблокировали youtube здесь важно выработать у себя в целом привычку и понимание как снимать контент потому что люди смотрели и буду смотреть контент всегда это способ для коммуникации то есть ну закроет одну соцсеть люди перейдут во вторую второй перейдут в третью четвертую пятую закроет все закроет интернет будем писать контент для видеокассет собственно как бы так и было да то есть люди как бы потреблять привычка потреблять получится контент она есть у каждого человека то есть мы не можем изолироваться от общества нам нужно что посмотреть что-то читать что-то слушать и откуда-то брать информацию вот и как-то друг с другом получится коммуницировать вот поэтому важно наверное месседж этого видео в том что любая социальная платформа она не вечна более того даже если платформа работает и все здорово она может менять типы контента то есть например изначально youtube был только про горизонтальные видео и он долго сопротивлялся в том чтобы внедрять вот короткий контент он видит что есть явный на это тренд ему приходится как бы постраивать свои алгоритмы и свою площадку тоже под это то есть меняется сам тип контента то есть если раньше мы снимали только горизонтальной ютубе сейчас приходится снимать уже там и шорсы и так далее вот если там раньше в том же инстаграме были просто форматом фото и текст то есть потом появились stories то есть уже сам тип контента изменился потом появились рилсы и эта история неизбежна сейчас вот компания был выпустил очки виртуальной реальности понятно что это как бы больше пробный такой вариант да пока он не сильно стал таким вирусным но это лишь но это в целом вектор движения который есть и понятно понятное дело что чем больше будет пользователей ходить в этих очках виртуальной реальности соответственно и контент уже придется делать и под такие устройства тоже вот поэтому хотел бы наверное вот сказать что не стоит переживать не стоит бояться паниковать что что-то меняется это нормальный естественный процесс и важно понимать что с помощью контента но в целом вообще привычка делать контент это это очень классный навык который вам всегда поможет продвижение вашего бизнеса или ваших услуг вашей медицинской помощи потому что то есть с помощью контента то есть контент-маркетинг это самый сильный канал для маркетинга то есть его помощью вы можете увеличить аудиторию своих пациентов либо улучшить взаимодействие и коммуникацию с уже существующей базой пациентов то есть мы в это идем неважно какой платформе это будет youtube это будет пока это будет инстаграм будет тип топ все меняется и не нужно привязываться к площадке нужно привязываться к идее и привычке создавать контент понять что это часть жизни современного человека современного доктора в том числе вот вчера записывали мы интервью с дмитрием лаптевым он у меня брал интервью вот это основатель компании забот 20 и вот в завершении интервью я давал один одним из советов я давал навык подержать фокус на то есть поставить себе цель и четко держать ее в фокусе потому что сейчас очень много информационного шума который может вас увести в фокус ваше внимание ну как бы не на те вещи которые ну короче увести ваше внимание от ваших же целей и вот допустим вы собирались там завести канал на youtube и тут посыпались новости замедляют youtube там ограничивают закрывают и так далее и вы такие уже все ничего не начнете подожду идеального момента что идеальный момент вот здесь сейчас сегодня то есть если вы если у вас есть такое желание чтобы можно снимать длинные ролики делиться информацией своей экспертностью но закрыли youtube снимать для для другой площадке для vk видео для для ru тюба для телеграма таких миллион этих площадок вот здесь просто важно то есть но опять же вода вот вы собирались снимать контент поиски какие-то новости информации ваш фокус на не ушел то есть факт остается то что вы контент не сняли которые могут быть полезны большому количеству людей ваших потенциальных или уже существующих пациентов поэтому очень важно слеживать что вводит фокус ваше внимание и вот четко прописать свой путь к вашим целям да и и стараться держать на фокус и просто когда у вас будет фокус на этом и вы прям осознанно его контролируете то вы тогда сможете прийти к реализации своих целей и задач потому что пока у вас нет твердого решения и четкого фокуса на вашей цели любая новость любое слово от коллеги любая ситуация из-за дня быстро ваш фокус на не заберет и вы как стояли в какой-то точке а хотели бы прийти в другую вы так и будете в ней оставаться вот поэтому очень важно понимать что все это лишь инструменты самое главное что у вас вот здесь вот здесь да и принять решение держать фокусе и создавать контент потому что это то что останется неизменным на много-много лет вперед это уж точно вот спасибо большое за просмотр надеюсь это видео кому-то было полезным и был таким вот глотком вдохновения и мотивации для того чтобы наконец-то уже взять и начать вести свой блог да да именно тебе говорю все удачи вам хорошего рабочего дня и успехов в развитии блога стоматолога у меня кстати есть бесплатный чек-лист если хотите ссылку оставлю в описании бесплатный чек-лист о том как врачу стоматолога вести свой блог все спасибо за внимание хорошего всем дня